Мы пришли с какой целью сюда? Зная, какая тут беда совершается, прелюбодеяние и прочее, мы решили, православные проповедники, явиться сюда и донести благую весть, что за грехи людей умер Иисус Христос, умер и воскрес в третий день. И всех приглашает к покаянию, зовет, чтобы люди после смерти не в аду мучились, а были в Царстве Небесном. Потому что так жить нельзя, что здесь делается. Люди без веры, они угодить Богу не могут. А мы не сами по себе появились. Нас Господь сотворил. Вот если у вас есть какие вопросы духовные, что-то спросить о душе, о вечности, можете спросить. Да нет, у меня нет вопросов. Нет, все понятно, да? Да. А вы знаете, о чем Библия говорит? Главная мысль какая? И не читали. Не читали совсем. Совсем. Но если у вас в церкви есть где-то православное, там уже приобрести. Это главная книга мира. Поэтому где хранятся книги, они называются эти места, библиотека, библиотека. Слово Библия, корень стоит. Всей мудрости какая есть где? Библиотека. Там же нет молитвов, корни. Без Бога как будто легче жить. Делай, что хочешь. А что ты хочешь, это ты сам не знаешь. Писание тебе покажет, как жить для Бога. Когда ложиться, когда вставать. Как умереть? Самая главная наука умереть правильно. Где ты будешь после смерти? А человек отнекивается, как будто ничего не будет. Ты даже не увидишь, когда жизнь кончится. Одно мгновение, уже порог, пора уходить. И что дальше? Как у Тургенева написано. Один порог переступить. Вас смущают друзья, товарищи. Когда умираем, никого не будет рядом. А дальше целая вечность, которой конца не будет. И где человек будет? Со Христом? Или без Бога? В аду мучиться будет? Сатаною. Это нам только кажется, что я живу. Ладно, Бога нет. Как хочу, что, ем, пью. Ну, вы же знаете, что Рождество Христово приближается. Государственный праздник. А что это такое? Это не Рождество человека какого-то. Это Бог и человек был на земле. Умер за нас. И мы куда ни посмотрим. Скорая помощь. Крест. Везде. Везде крест. На могиле крест. На себе человек носит крест. Напоминание о любви Божьей. Выше той любви нету, как ту душу положит за ближнего. А Христос умер за нас, когда мы были грешники. Крестик-то носите, нет? Нет. Нет. Я потерял. Ну, я не знаю как. Я знаю, только в войну было, когда советская власть была. И то. Как только трудно, так сразу, Господи, помоги. А сегодня все открыто официально. А вот называется город Санкт-Петербург. Почему он так называется? Ну, я не знаю. Ну, не знаете. Ну, можно узнать. Слово Санкт означает святой. А Петербург, Петербург, город. Петр, Петр, Петр в честь свою назвал город. Но он как бы не в честь свою назвал, а Петра апостола. Санкт-Петербург, видите как? Мы окружены этим, что о христианстве говорит. Вот сейчас в пятницу, через этот день будет воскресенье. А что это за название? Ну, сам корень-то в школе учились. Воскрес. Воскрес, ен, суффикс, е, окончание. А кто воскрес? Мысленно представьте, что мы на мировом кладбище. Вот на мировом кладбище находимся. Ну, нам дано право спросить. Мы спрашиваем. Юлий Цезарь там, из-под земли. Здесь. Наполеон. Здесь. Сталин. Гитлер. Здесь. Христос. Его нету. Он воскрес. Его нету. Любая религия, кем-то назначена. Кто основал религию, спрашиваем. Здесь он? Здесь. Христос воскрес. Это самая радостная весть, с которой мы пришли сюда. Иисус воскрес и смерть победил. И поэтому нам он дарует жизнь вечную. Это не воображение какое-то. Это жизнь. А вот тоже, вы знаете, пользуйтесь телефонами, интернетом. А кто это изобрел? Не знаю. Ну как? Ну телефон мобильный. Кто его изобрел? Мартин Купер. Как это? Это не турки изобрели, никто. Те, которые мусульмане, они ничего нигде не изобрели. Вообще ничего нету. А почему? Мы же вопросы можем задавать такие? Ну да, можем. Интернет. Кто изобрел? Тим Бернерс или опять же христианская страна? Как уж он там верит? Другой вопрос. Мы даже именами-то окружены. Все христианские имена. Говорим, президент Владимир Владимирович. А слово-то Владимир, ты откуда взял? Князь Владимир, который принял крещение. При нем Русь была крещена в 989 году. Вас как звать-то? Василий. Василий? Василий означает царь. С греческого царь. Вот ты царь. Ты должен отвечать. Не курить. Царствовать над всем. Бороду не брей, что ты не подкаблучник. Жена не командует тобою. Ты власть. Эта власть Бог дал человеку. Царь. Имя-то какое? А откуда оно пришло? Из Греции? Христианство когда приняли. Был Василий Великий такой, очень знатный христианин. Вот так. Сегодня можно Евангелие достать. В любом храме. Если у вас будет желание встретиться когда-нибудь, у нас очень большие ресурсы. Вы можете зайти на наш YouTube, зайти на канал. Это не просто 2-3. У нас 18 тысяч и 100 роликов. Тысяч. Нашу. Мы деревню православную строим. Где нельзя пить, курить, материться, воровать. Это у нас нету там такого. А вы с какого города? Барнаула, Тайский край. А мы с Тайского Приморского края. А далеко от нас? Да я не знаю. Не из-за... Барнаула-то большой город, 700 тысяч человек. У меня есть... Я служил с другом с Барнаула. Вы слушаете... Как это... Как называют... Призновики как? Не... Ну, принимают как-то службу, как они называют, контрактики или как зовут? Правда, да. Вот у вас в армии бывает дедовщина, там то другое. А я вот служил когда в армии. Ну, у нас служили не один год, а четыре года тогда было. Я в морфлоте был. У нас о дедовщине даже мы не слыхали. Это до этого не было. Молодой придет, ему стараются помочь. Чтобы как-то вот узбеки, туркмены... Вот сейчас этот Забайкаль, это... Аравиль-то Зангуздинов-то. Он девятерых застрелил-то. Там над ним издевались, изнасиловать хотели. У нас этого не было никогда. Это 60-е годы. Я служил в морфлоте, а потом перевели... Только что образовали ракетные войска. Тогда маршал Неделин погиб. А сегодня как сбесились. Войны-то никакой не надо, сами себя перестреляют. Какая же это служба-то? Сказать даже страшно. Восемь человек уже домой не вернутся. Вы же слышали это? Ну, если президенту доложили, я думаю, и вас разбирали. И причина одна, что Бог это не признает, он и вытворяет, что попало. Я говорю, что мы не только у нас не было, а мы даже не слыхали про это. Можно в других частях где-то что-то, но я не думаю, даже непонятно. Армия Суворова была... Да как же бы так? А служили-то не по два года, а по 25 лет служили тогда. 25 лет в армии. И чтобы молодого гнобили, убивали там, ну, что, с ума сошли, что ли? Они наоборот его на руках несли. Ставили на ноги. А это здоровые крепкие ребята друг друга уничтожают. Почему Бога нету? А тогда было любое задание дали, Бог с тобою, Господь с нами. Человек шел с Богом. Уж как поступал, это вопрос другой. Но этого не было, чтобы друг друга у себя убивали. И вы-то, видишь, если вокруг тебя не верующие, ты ничем не гарантирован, чтобы тебя не погубили. Твори молитву. Вот идешь, когда выходишь из казармы. Ну, я не знаю, как у вас называется теперь. У нас казарма называлась. У вас, может, не знаю, там, дворец называют или как. Вот так перекрестись и скажи. А отрекаюсь сатаны и всех дел, и во всех ангелов. Переди себя перекрести. Нигде не груби никому. Делай точно, что начальник говорит. Тебя никто не тронет. Перед тобой все опасности Господь уберет. Ангел хранить и разведет. Тебя дома ждут. Ты должен прийти здоровый, крепкий. А они не так, чтобы тебя довели до самоубийства. Обратись к Богу-то. И мы же пришли не зря сюда. Мы же видим, что тут в этой щадрулетки творится-то. Голые мужики, бабы сиськами тут рисуют. Мужчины рукоблудем занимаются. Процентов 50 голые лежат. И всех-то здесь процентов 90 мусульмане. Самое такое блудливое собралось здесь. Вот если будет желание вас встретиться, вы можете зайти в скайпе. Игнатий Лапкин, это я. И я там свои ресурсы могу скинуть. В скайп такая есть система. Ну, как телефон. А если зайти на наш ютуб, это «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Канал. И вы там найдете все, увидите. Как у нас живут, какие юноши, девицы какие. Я таких... А? Как канал называется? «Восвете Библии». Вот эта Библия у меня, вот она, Библия. В ее свете, свет от нее светит. «Восвете Библии». Вы запишите, потом найдете. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Вы можете сейчас открыть, увидите. Нашему ютубу нет равных. Так у меня еще сайт, форум есть. Хорошо, найду потом. Ну, найдете. У нас подписчиков не так много, 43 тысячи, а просмотров 44 миллиона. У нас там все духовное найдете. Там я отвечаю студентам в университете, и все оформлено. Вопросы. Вопросы там и политика, экономика, работа, война, служба. На все вопросы отвечаю. Там ответ на 4124 вопроса. Вам это, знаете, какой уровень, как у вас поднимется? Там и законы, и все абсолютно отвечаем. Согласно Библии. Ну, все, с Богом тогда. Храни Господь вас. Субтитры сделал DimaTorzok